Джон Вильям Годвард Последний крупный представитель английского неоклассицизма, иногда его причисляют к поздним приорофилитам. Годвард родился 9 августа 1861 года в Уимблдоне, пригороде Лондона. В обеспеченной консервативной семье он был старшим из пятерых детей. Семейной традицией Годвардов было страхование. Именно эту профессию прочили старшему сыну. Однако его душа лежала к живописи, семья же не воспринимала его занятия всерьез. Конфликт в семье привел к тому, что Годвард переехал в другой город Лондона, Челси, где арендовал дом. С юности художник был влюблен в Италию. Он писал портреты прекрасных итальянок, которых он встречал в Англии. Случай сподвиг его посетить в 1905 году страну своей мечты. Дом художника располагался рядом со стадионом Стэнфорд-Бридж. Долгие годы стадион практически пустовал, но в 1905 году стадион стал домашней ареной, основанной в том же году футбольного клуба Челси. Постоянный шум, доносящийся теперь со стадиона и мешающий спокойной работе, вынудил художника на время уехать в Италию. Древнеримская тематика художника была актуальна в то время. Британская империя, переживавшая в то время расцвет, равнялась на Древнеримскую империю. Картины Годварда покупали. Его имя стало известно. Начиная с 1910 года Годвард все еще ездит в Италию и в 1912 году решает окончательно поселиться в Риме. Причин там было несколько. Наряду с любовью к этой стране у Годварда была любовь к одной из моделей, переехавшей в Рим. К тому же ситуация в искусстве в те годы начала меняться. Классицизм переставал быть актуальным. В Англии начали набирать популярность новые направления в искусстве. Отец Годварда к тому времени давно умер. Мать же не простила сына за то, что он уехал из Англии, увлекшись обычной итальянкой. Предположительно, Годвард работал в той же мастерской, которую незадолго до этого покинул Репин. В 1913 году на международной выставке в Риме его картина «Бельведер» была награждена золотой медалью. В то же время одна из любимейших работ самого Годварда «Золотые часы», выставленная на той же выставке в том же году, осталась незамеченной. В 1921 году художник понимает, что Рим утратил для него свою прелесть и возвращается в Англию, где после смерти в 1919 году президента Королевской Академии Эдварда Пойнтера классическое искусство окончательно сдало свои позиции. Критики не щадили Годварда, называя его кулоном Альма Тадема, педантом, художником пресного мира и томных женщин. Здоровье художника ухудшалось. У него развилась язвенная диспепсия. Из-за того, что он не уделял достаточное внимание своему питанию, Годвард брал в начале каждой недели горшок с рагу из говядины, потом питался этим рагу всю неделю. К диспепсии прибавилась бессонница и депрессия. 13 декабря 1922 года 61-летний Годвард покончил с собой, отравившись газом. Незадолго до смерти он сказал, что человек не должен жить после 60 лет. Тогда Годвард говорил, что мир не был достаточно большим для него и Пикассо. Годвард читал Пикассо сумасшедшим, а его искусство – источником зла. Мать художника после самоубийства сына уничтожила все его бумаги и фотографии. Сама она умерла в 1935 году в возрасте 100 лет. Из родственников художника лишь сестра сохранила хорошее отношение к нему. После смерти Годвард был практически забыт. Интерес к нему возник лишь в 70-е годы 20 века. Сейчас Годвард не уступает популярности среди коллекционеров и издателей таким художникам, как Лоуренс Альма Тадема, Адольф Вильям Бугуров, Лейтон или Джон Уильям Уотерхаус. Адольф Вильям Бугуров Адольф Вильям Бугуров Адольф Вильям Бугуров Адольф Вильям Бугуров Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok